Всем привет, с вами Ксения Илья, рада приветствовать вас вновь на моем канале. Сегодня уже четвертый день серии новогодних открыток. Обратили внимание, что сегодня лонг фон, это неспроста. Я подумала, раз уж у меня на столе все равно лежит этот производитель, почему бы не делать вторую попап-открытку. Если вчера у нас была коробочка, то сегодня будет полноценная попап-открытка. Вчера я уже говорила вам о том, что в прошлом году мы разукрашивали с сыном много-много-много этих чудесных животных от лонг фон, и в этот раз мне нужно просто их взять и применить в открытке, и все. Начинаю я с самого простого и моего любимого занятия, я создаю фон с нуля. Делаю сразу два фона. Первый мне нужен будет на фронтальной части открытки, а второй фон внутри, собственно, там, где будет наша попап-конструкция. Процесс этот трудоемкий, но очень креативный, и вы можете создавать абсолютно любые фоны с помощью этих чернил, какие вам захочется. Можете делать рассвет, закат, зимний, летний, неважно. У меня такое слегка морозное небо где-то в районе Антарктиды. Ну, по крайней мере, я так себе нафантазировала. Создание собственного фона, конечно, занимает какое-то определенное время, но это и отдельное удовольствие, по крайней мере, для меня. Смешивать цвета, посмотреть, какой эффект получается. Ну, вообще-то какая-то магия, на самом деле. В этот раз я даже не сделала заготовку для открытки, поэтому делаю здесь вместе с вами в прямом эфире. У меня мини-доска мегавальная от Марты Стюарт. По-моему, уже такие не производятся. Я ее покупала на заре своего творчества и безумно ей довольна и абсолютно счастлива, что она у меня есть. Итак, показываю, что у меня будет панелька одна на передней части открытки и вторая панелька на внутренней части открытки. Сейчас готовлю панельки к горячему эмбоссингу. Что я сделала? Я покрыла их пудрой с антистатическим напылением. Точнее, эта пудра сняла статическое электричество и пудра для эмбоссинга приклеится только туда, где есть чернила. Использую белую пудру от фабрики Декору. Она мелкая и отлично подходит для тонких надписей. Делаю сразу надпись на внешней стороне и на внутренней стороне, точнее, сразу на двух панельках. Очень быстро запекаю. И уже перехожу непосредственно к приклеиванию. Приклеиванию внутри и приклеиванию снаружи. У меня есть такой вот нож, который сразу делает поп-ап конструкцию автоматически. Тоже от LoneFone. Просто у меня не сохранилась от него упаковка. К сожалению, разорвалась. И я теперь сгинаю и бегу по тем беговальным линиям, которые нож автоматически делает. Все очень просто. Двусторонние скотчи приклеиваем. Есть один маленький секрет, который я все время использую, когда делаю поп-ап конструкции. Я сначала приклеиваю одну половинку. Обычно это нижняя половинка. А потом складываю заготовку таким образом, как она будет в итоге. И уже не приклеиваю носики к второй стороне, а закрываю открытку. И тогда все приклеивается так, как можно. А теперь моя любимая часть. Создание своего собственного фона. Создание своей собственной темы какой-то интересной на открытке. Обожаю этих пающих бензинов. Они такие веселые, задорные. И сначала раскрашивать удовольствие, а потом собирать от них какую-то новогоднюю тематику. Тоже огромное удовольствие. У меня почему-то сегодня прыгает голос, то тише, то громче. Прошу прохищения за это. Использую, как всегда, в работе двусторонний скотч. Он меня никогда не подводит. Быстро приклеивается, не надо ничего держать. И открытка складывается на раз, два, три. Конечно же, не стоит забывать о том, что нам надо еще фронтальную часть украсить. Из остатков бумаги белой делаю такой вот холмик маленький в уголочке. Соответственно, и фон у меня такой от угла, и бугорок снежный тоже угловой. Я специально так сделала, если вы еще не догадались. И теперь приклеиваю колокольчик к пингвину. И получается, что пингвин как бы колокольчиком зовет вас пройти вместе с ним вниз по бугорку и открыть открытку. И там уже вас ждет веселая новогодняя музыка от классных пингвинов. Чтобы завершить открытку, чтобы она не казалась нам пустой, белой гелевой ручкой делаю точки по фону, как будто идет снег. И не забываю поставить точки прямо на пингвина, а то получится, что снег идет за ним, а в районе пингвина не идет. Поэтому, чтобы вписать пингвина в всю открытку, я делаю снег и на нем тоже. Собственно, то же самое проделываю в снутренной части открытки. Не забываю ставить снежки на фонарь и на пингвинов. И таким образом моя открытка готова. Вот и все. Это было не то, чтобы очень быстро. Спасибо монтажу. Он не занял много времени. Но мне очень понравился сам процесс этого создания. Надеюсь, что тот человек, который получит эту открытку, тоже будет рад. Поэтому жмите, мне нравится, если видео вам понравилось. И до завтра. Пока-пока. Пока-пока.